Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Знай свои права» и я, ее ведущая, Бахту Гуляхматова. И сегодня мы поговорим о развитии правовой культуры в нашем обществе. В гостях у нас главный специалист Управления правовой пропаганды Министерства юстиции Асаналеев Уланбек Контурсунович. Здравствуйте! Добро пожаловать нам в студию. И начнем, пожалуйста, с такого вопроса. Уланбрза, разъясните нашим гражданам, что же такое правовая культура? Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я рад, что сегодняшним вечером вы решили присоединиться к нашей компании и поговорить вообще о правовой культуре, о проводимой работе в данном направлении Министерства юстиции и другими государственными органами. Ну, мы перед началом передачи договорились о том, что я буду разговаривать не таким монотонным юридическим языком, а язык у меня будет попроще, доступным для вас, уважаемые телезрители. Ну, прежде всего, что такое правовая культура? Ну, это, прежде всего, уровень правосознания населения и уровень его активности в правовом поле. То есть, оно представляет собой то, как поступает человек в той или иной ситуации, в обществе, среди своих друзей, среди своих родственников. Если, например, взять поведение нашего населения, то нами был изучен данный вопрос, прежде всего, на основе анализа Национального института стратегических исследований. И в 2013 году на данном анализе было указано о том, что очень низкая правовая культура у населения и присутствует правовый нигилизм, то есть отрицание права, пренебрежение права. И в связи с этим, в Министерстве юстиции, мы об этом потом поговорим, поболее подробнее была разработана концепция повышения правовой культуры населения до 2020 года. И я надеюсь, что в 2020 году мы добьемся определенных результатов. И прежде всего, может быть, наши люди не станут плевать, сорить, нарушать общественный порядок. То есть уровень правовой культуры к 2020 году хоть немножко, на капельку повысится. Как раз таки, останавливаясь на концепции, в 2016 году в Министерстве юстиции была разработана концепция повышения правовой культуры населения до 2020 года, как Вы ранее сказали. Мы помним, что правительство утвердило данную концепцию в марте того же года и утвердило достаточно большой план работы. Прошло с тех пор уже полтора года. Что было сделано за этот период? Скажите, пожалуйста. Я бы хотел остановиться на основных мероприятиях, которые мы осуществляли, не только мы, но и другие государственные органы. Хотел бы, конечно, прежде всего выразить благодарность международным организациям. Это ПРООН, Европейский союз, Датский институт по правам человека, GIZ. Так как вообще бюджет концепции, перед ее утверждением, она составляла 101 миллион сомов. Сейчас я Вам уверенно скажу, что на данный момент ни копейки из государственного бюджета мы не получали и не выделялось. Полностью все мероприятия спонсируются международными организациями. Но остановлюсь на очень более интересных таких мероприятиях, которые мы осуществили за эти полтора года. Это прежде всего телепроект для детей школьного возраста «Азбука права». К настоящему времени уже изготовлено и запущено в эфир 13 выпусков на различные тематики, которые очень интересны для школьников, может быть и для взрослого населения. Затем очень такой интересный телепроект, аналог российского часа суда, судебное слушание, он называется. К настоящему времени изготовлено уже 26 выпусков и в марте этого года уже был запущен первый выпуск данной передачи. Кроме того, в Министерстве юстиции было разработано методическое пособие по проведению правовой пропаганды. Оно было распространено среди государственных органов. То есть мы, как координирующий орган, в данном методическом пособии подробно расписали те или иные действия по повышению правовой культуры населения. Мы посчитали, что это будет облегчением для государственных органов, которые задействованы в реализации данной концепции. Кроме того, в декабре прошлого года было разработано постановление правительства, в котором во все положениями министерств и ведомств были внесены изменения. В соответствии с данными изменениями на них было возложено проведение мероприятий по правовой пропаганде согласно курируемой отрасли. Кроме того, была активизирована работа по проведению лекции в вузах, средних учебных заведениях. Еще один такой известный проект, не знаю, слышали нынешние телезрители, это проект «Автобус солидарности». В рамках данного проекта, который был заимствован у Франции, группа юристов выезжает на места на специальном транспортном средстве и представляет консультации по юридическим вопросам. Мы считаем, что данный «Автобус солидарности» представляет собой связку центральных государственных органов с отдаленными регионами и районами. И немножко приведу статистики. В 2016 году данный «Автобус солидарности» посетил 350 населенных пунктов и были проконсультированы 4000 граждан. В 2017 году, к этому времени, данный «Автобус солидарности» посетил 213 населенных пунктов и было проконсультировано 1827 граждан. Данная работа продолжается и «Автобус солидарности» в основном работает в Чуйской и Оржской областях. Кроме того, данный проект также запущен в Иссык-Курской области. И хотел бы еще рассказать о том, что мы проводим конкурсы среди журналистов. Об этом будет потом, об этом более подробно мы остановимся. И кроме того, мы изготавливаем социальные ролики. Давайте подробнее остановимся на пункте по внедрению в воспитательные программы дошкольных образовательных учреждений, организации, занятий по духовно-нравственному и гражданско-правовому воспитанию. Не слишком ли рано и как Вы будете объяснять маленьким детям принцип правовой культуры? Я хотел бы сказать, прежде всего, что данный пункт мероприятия закреплен за Министерством образования и науки. Но последняя информация, которую предоставило Министерство образования и науки, говорит о том, что в данном направлении работа, конечно, немножко замедлилась. Я не хотел бы, конечно, критиковать Министерство образования и науки, но с организацией работы в данном направлении у них есть упущение. И несмотря на то, что уже конец 2017 года, ну приближается конец 2017 года, работа данного управления немножко упущена со стороны Министерства образования и науки. на неоднократные приглашения, на коррекционные встречи, на различные, может быть, встречи в узком кругу, они игнорируют. Но по результатам работы 2017 года мы, конечно, будем реагировать, так как нашу работу в определенной степени контролирует аппарат правительства. Ну, что касается, рано ли лица дошкольного возраста просвещать, повышать их правовую культуру, ну, данный вопрос неоднократно обсуждался до того, как мы приняли концепцию постановления правительства. Я бы хотел сказать, что это не рано, потому что дети у нас, с учетом развития современных информационных технологий, развития обучения в дошкольных учреждениях, дети у нас очень развитые, и поэтому, если в какой-то преподнести заувулированной форме, то дети у нас, конечно, повысят свой уровень, они будут разбираться, что представляет собой, например, элементарно президент, как представляет собой флаг, гимн, что такое, может быть, представляет собой государство. И, конечно же, все эти методические пособия, вот эти программы, которые будут внедряться, они обязательно будут проводиться определенное опробирование с участием сотрудников Министерства образования. И, кроме того, будут работать, конечно, детские психологи. Действительно, мы видим, что большое внимание данная концепция акцентирует именно на воспитании молодого поколения. А как обстоят дела с преподавательским составом? То есть, ведь для качественного обучения необходимы и методические пособия, и квалифицированные кадры. Ну, опять же, один из основных исполнителей данной концепции и планов мероприятий по ее реализации, конечно, является Министерство образования и науки. И я думаю, что Министерство образования и науки изыщет квалифицированных преподавателей, несмотря, конечно, на их низкую заработную плату. И в определенной степени проведет работу по разработке методических пособий. Да, со временем, да? Со временем. Ну, это работа, основная работа, конечно, в этом году начата уже, согласно срокам, утвержденных постановлением правительства. Уважаемые зрители, а сейчас мы перейдем на короткую паузу, чтобы проинформировать наших граждан о работе Министерства юстиции по упрощению процедуры апостелирования. Что такое апостель и какой перечень документов необходимо предоставить для представления апостеля, смотрите в информационном ролике. Оставайтесь с нами. Вам необходимо получить апостель, но Вы не знаете, где и как это сделать? Министерство юстиции Крыгойской Республики оказывает услугу по апостелированию официальных документов физических и юридических лиц. Что для этого необходимо? Подготовить подлинники или нотариально засвидетельствованные копии необходимых документов. Апостелированию подлежат. Документы, исходящие от государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Нотариально удостоверенные документы. Документы с официальными пометками. В любой рабочий день с 9 до 12 часов сдать документы Министерству юстиции. Как физическим, так и юридическим лицам необходимо написать заявление о предоставлении апостеле. Заявление должно содержать Для физических лиц фамилия, имя, отчество заявителя, серию паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, адрес постоянного или преимущественного проживания, дату рождения, контактный телефон, указать страну предъявления о постеле, указать заявление, реквизиты документов и количество экземпляров, поставить подпись в заявителе. Для юридических лиц Полное наименование юридического лица государственного органа или органа местного самоуправления, дату регистрации, орган, осуществивший регистрацию, контактный телефон, указать страну предоставления апостеле, приложить к заявлению реквизиты документов и количество экземпляров, предоставить полную информацию о физическом лице, выполномоченным подписывать заявление. Кроме того, вместе с заявлением необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, официальный документ, подлежащий вывозу на территорию иностранного государства участника ГААКской конвенции, квитанцию об уплате сбора за проставление апостеля. Стоимость услуги составляет 940 сомов. Оплата производится в РСК-банке. Апостелирование документов происходит по истечении 5 дней со дня представления документов. Выдача производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 16 до 17 часов по ЕМИ. В случае необходимости истирования образца подписи, срок апостелирования не превышает 30 дней. Напомним, что официальные документы, выданные другими государствами, не могут быть апостелированы на территории Кыргызстана. Министерство юстиции Кыргызской республики всегда к вашим услугам. Уважаемые телезрители, возвращаемся к теме повышения правовой культуры в нашей стране. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы по телефону 0 312 59 20 55. А у нас в гостях главный специалист управления правовой пропагандой Министерства юстиции Асаналеев Уланбек-Кантрусунович. Уланбзе, скажите, пожалуйста, какая роль данная концепция отведена другим государственным органам? Ну, я бы хотел сказать, прежде всего, что в реализации данной концепции задействованы более 40 государственных органов. В данные государственные органы включают в себя не только органы исполнительной власти, но и судебные, правоохранительные органы, генеральная прокуратура. Кроме того, в ней задействованы органы местного самоуправления, местной государственной администрации. Я бы основными исполнителями данной концепции определил бы те министерства, которые являются непосредственно в сфере деятельности, которые входят в повышение правовой культуры населения. Это прежде всего, как я уже выше говорил, Министерство образования и культуры, извиняюсь, Министерство образования и науки, Министерство культуры, информации и туризма и также Министерство юстиции. А если посмотреть в целом на картину правовой культуры нашего населения, то как можно ее оценить? И достаточно высокая или наоборот низкая? Ну, как я уже немножко остановился на анализе исследований, которые проводила НИСИ, Национальный институт стратегических исследований, они проводили опросы, анкетирования и в 2013 году по его результатам они установили, что очень низкая правовая культура населения, присутствует пренебрежение к праву, игнорирование законов, постановления правительства. Ну, элементарно, если говорить индивидуально обо мне, то я, например, с утра, выходя из дома, сталкиваюсь с очень низкой правовой культурой населения, оно заключается в том, что везде можно увидеть мусор, да, если мы, например, и кто-то является автолюбителем, то каждодневно люди видят, как нарушаются правила дорожного движения, отдельные водители открывают дверь, начинают плевать, да, то есть своим поведением, то есть своим неправовым поведением они дают повод для того, чтобы мы сказали о том, что у нас низкая правовая культура. И эта низкая правовая культура прежде всего связана с тем, что мы подаем пример подрастающим поколениям, своим соседним, друзьям, то есть когда видя то, что мы нарушаем нормы поведения, нарушаем определенные статьи кодекса административной ответственности, то те люди, которые видят, они как происходит такой стадный инстинкт, и они повторяют те же самые нарушения из в день в день. Я думаю, что не последнюю роль в повышении правовой культуры населения играет и средства массовой информации. Мы знаем, что с прошлого года в Министерстве юстиции идет два больших телевизионных проекта, как Вы ранее уже говорили, Азбука права и Соттук Угулар. Достаточно ли этих передач или Вы угубите работу со СМИ? Конечно, планы мероприятий, которые мы утвердили по основным проектам, предусмотрена очень большая работа со средствами массовой информации. Там предусмотрены ежегодные конкурсы для журналистов. Я хотел бы призвать всех журналистов республики активнее поучаствовать в объявленном конкурсе, который мы объявили 1 апреля на лучшее освещение подходов к повышению правовой культуры в Кыргызстане. Его цель является привлечением внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам повышения правовой культуры населения. То есть в процессе подготовки материалов мы надеемся, что повысится правовая культура у населения. И вы можете кроме подобных материалов приводить какие-то примеры положительных примеров правового поведения граждан. И по результатам данного конкурса, который будет окончен 1 ноября 2017 года, мы определим победителей совместно с нашим спонсором, партнером IWPR, это Институт по освещению войны и мира в Кыргызской республике. И хотел бы, конечно, рассказать о призовых денежных средствах. Первое, коротко я скажу, это третье место 200 долларов, второе место 300 долларов и первое место 500 долларов. И в завершении нашей программы у вас есть возможность обратиться к нашим гражданам. Уважаемые телезрители, от имени Министерства юстиции, от имени своего личного имени, хотел бы сказать, что мы проанализировали, какую же к связи с чем у нас такая низкая правовая культура и как говорил известный персонаж известного произведения Булгакова, у нас разрухи не в клозетах, а разрухи в головах. и в связи с чем мы посчитали, что карательными мерами установка видеокамер, повышение ответственности за определенные правонарушения или преступления, другие такие, как говорится, завинчивания гаек не приведет к тому, что повысится право культуры населения. Мы должны повысить свое правосознание. То есть каждый человек, выходя утром, должен показать пример своему соседу, своему другу, своему сыну, дочери не плевать, не сорить, не нарушать правила дорожного движения. От того, что вы быстренько пересечете на одну секунду больше, быстрее перекресток от этого вы не получите какого-то большего результата. Если вы даже опоздаете на работу, я думаю, вы сможете объясниться своему руководству, своему начальнику. Поэтому призываю вас прежде всего начать с себя. То есть если вы перестанете плевать, сорить, толкаться в общественном месте, то я думаю своим положительным примером мы повысим правовую культуру в обществе. Спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, это была программа «Знай свои права». До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok